Нижний Тагильский музей изобразительных искусств является культурным центром Нижнего Тагила. Сердцевиной являются музейные сотрудники. Они работают на пересечении различных направлений, они соединяют прошлое, настоящее и будущее. Они являются и учителями, и организаторами, реализуют новые, иногда очень спорные, но очень интересные культурные проекты. Музей знаменит не только своими коллекциями, но и своей проектной деятельностью. Среди разнообразных проектов, которые осуществил Музей изобразительных искусств, разных проектов по наполнению, по поставленным целям и задачам, по эстетике подачи проекта. Мне кажется, проект «Реставрация как искусство возрождения» наиболее музейный, наиболее классический и актуальный по своей сути. К выставке был издан объемный и полный реставрационный каталог, в который вошла и история реставрации музея за 65 лет, и имена реставраторов, которые принимали участие в восстановлении памятников из нашей коллекции. И думается, что этот главный документ послужит следующим поколению музейщиков. Создание проекта – дело многотрудное, требующее не только крупных материальных вложений, но и, самое главное, креативности высказания. Одним из таких проектов стал проект «Металлургия в пространство героя», который был приурочен к проведению на Урале первой уральской индустриальной биеннале в 2010 году. Ассоциативные и ироничные инсталляции стали не только смысловыми акцентами, но, самое главное, задали вектор движения в пространство. Времени – от прошлого к настоящему, зала – от осевой композиции к круговой, образа – от возвышенного образа к реальному настоящему, которое было в фотографии. И даже от эмоций – от эмоционального подъема до к эмоциональному напряжению. В проект вошли живописные графические произведения 1950-80-х годов из коллекции музея, а также фотопортреты современных рабочих «Металлургов» и предметы коммунистической геральтики. Из этих предметов было создано несколько инсталляций, которые стали идейными центрами композиции. Попытка придать им иное прочтение через сопоставление, диалоги и даже иронию позволили открыть в них новые смыслы, а те смыслы, которые были заложены авторами, отодвинулись на второй план или вовсе миленировались. Так, например, «Иную сущность» обрели две совершенно абсолютные дальшеформатные картины Петра Бартова, повешенные рядом, или работа с портретом Столивара художника Иршова, совмещенной с грудой металлолома и предметами социалистической геральтики. А живописные произведения Симонова и Ласточкина, рисунок которых был переведен в графику металла, потратили свой пафос. Мною была выполнена инсталляция с картиной «Портрет металлурга» нашего тагильского художника, уже ушедшего, Анатолия Пономарева. Это огромный толст, на котором написана голова с атрибутами как раз металлургическими, где этот герой узнаваем. С тем пафосом советского времени, который мы все помним, где возвеличивание вот такого героя труда было идеологическим. И мы вот в ретроспективу отправляемся в советское время. С другой стороны, это тот истинный герой сегодняшнего дня, герой индустриального города. Как иконы украшались цветами. И точно так же мы вот этот портрет украшаем, возвеличивая героя сегодняшнего дня металлурга. И прощаемся с той эпохой социалистического реализма, в которой мы жили, и которым наполнено искусство того времени. Выставка «Металлургия пространства героя» – современная акция, в которой была представлена мною композиция гильотина, находящаяся на центральной оси всей экспозиции зала, и символизирующая, в общем-то, ассоциативно современное производство и отношение непосредственно к человеку труда в этом производстве. Она несла прямую, в общем-то, ассоциацию с девятой коксовой батареей коксохимпроизводства. И так или иначе обнажала проблемы, связанные с человеком труда, возникшие со сменой эпох. Проект в целом развенчивает миф о образе героя труда и обращен к проблеме осознания человеком своего места в обществе. Тонкая алая вспышка огня прочитывается, как кровь на черной конструкции гильотины. Для всех, кто работает в отрасли металлургии, это не только хлеб и благополучие, но и порабощение, таящее в себе угрозу жизни. Известно, что даже небольшие музейные коллекции обладают огромными возможностями. Но иногда складываются такие ситуации, когда приходится прибегать к коллекциям извне музейной коллекции, для того, чтобы ярко и четко обрисовать идею проекта. Фонд коллекции за последние годы принимал участие в нескольких художественных проектах совместно с Музеем изобразительных искусств. Одним из последних значительных был проект «Металлургия пространства героя». Это был международный проект, и фонд принял участие, предоставив работы тагильских художников Пономарева, Бортнова, Горелова. Художники работали в 70-е и 60-е годы, и в коллекции оказались эти работы. Музей с удовольствием экспонировал в произведении фонда в своих залах. В проекте «Солдаты», «Зальдатон Золджерс», «Всем солдатам Второй мировой войны», заложен опыт переосмысления историй художественными средствами. Свообразным эпиграфом выставки стало высказывание поэта Стэнберга «Когда-нибудь объявят войну, но никто не придет». Сегодня настало время, когда уже нужно переосмыслить очень многое в нашем мире, в нашей жизни и, в частности, вот в той войне, Второй мировой войне. Ведь она соткана из сотен миллионов разных судеб, знаете, конкретных судеб людей, которые прошли эту войну. Главная идея – это прекращение всяческих войн вообще. Изменившаяся идеологическая, политическая ситуация на стыке веков в нашей стране породила возможность свободно обсуждать многие закрытые ранее темы, в том числе и тему истории Второй мировой войны, которую мы попытались осмыслить прежде всего через судьбу солдата. Неважно, в какой стране. Просто демонстрация в экспозиции фотопортретов не позволила бы вызвать у зрителя по-настоящему глубокого эмоционального переживания. Поэтому выставка была насыщена различными многочисленными документальными материалами. Аутентичные предметы военного времени – русские и немецкие мундиры, гимнастерки, оружие, каски – были поданы неожиданно. На большой высоте, заключенные в решетке короба, они утратили пафос войны. На двух мониторах крутилась кинохроника, которая была отснята различными корреспондентами – немецкими, русскими, американскими. Но сознательно были показаны только бытовые сцены, без военных действий, без кровопролития. Само пространство зала было наполнено звуками войны, музыкой военных лет и современными песнями о войне. Пришедшие на выставку могли познакомиться с импровизированными личными делами солдат разных стран, дневниками, благодарственными письмами, и даже можно было в руки взять и прочитать немецкую инструкцию по управлению танком. А надев наушники, зрители могли услышать строки из писем военных лет, писем с фронта. И неожиданно для себя, на слух, они не могли определить, кто писал это письмо – русский или немецкий солдат. И у тех и у других одни мысли, чувства, заботы. И у тех и у других одни человеческие ценности. Может показаться странным, что такой сугубо исторический проект был показан и вообще проведен сугубо в художественном музее. Но дело в том, что именно художественный музей обладает возможностью дать образ, образное решение, такое, чтобы достучаться до души человеческой. Потому было главным найти образное решение пространства зала, которое может породить необычайно душевный пункт. Экспозиция была разработана как единое целое. Экспозиция была построена на драматургии черного и белого. Света и тьмы и символизировала в целом собой как бы разрушенную человеческую жизнь. Вся выставка так или иначе разворачивалась в виде последовательного ряда чередующихся планов исторических и символических экспонатов. С постепенным погружением зрителя в драматургии личности человека, с тем, что сделала с ним война. Трехмерный черный крест над головами зрителей в центре зала, заключенный в нем поверженным человеком, являлся, в общем-то, доминантой всей композиции и выражал собой, скорее, покаяние в апофеозе войны. Выставка подразумевает пацифистское обращение к современникам, как неприятие зла. Это основная тема проекта. Война, как трагедия, не может быть для кого-то победным шествием в конце всего. Это ошибочное отношение к ней. И прежде всего мы хотели обратить внимание именно на этот факт и рассмотреть еще раз вопрос о войне, как о великой трагедии. Ожидания проектной команды оправдались. Сама идея и ее трактовка через историю конкретного человека вызвала необычайно живой интерес. Зрители стали смотреть на войну сквозь призму не каких-то точных данных, которые мы привыкли видеть, считать, через хронику, иначе говоря, а стали смотреть через судьбу конкретного человека. Они были такие разные и такие похожие. Вы знаете, вот это имело огромное воздействие. Огромное, потому что цифры статистики, они все-таки сухие. А когда люди уходили со слезами, когда понимали, что солдат остается солдатом, какой бы стране он ни принадлежал, он должен исполниться воинский долг, призванный, мобилизованный в армию. Благодаря проектам, возвращенные ими и все мои эпохи, наш музей стал известным в России. И, конечно, очень замечательно, что эти проекты состоялись. Во-первых, пополнилась наша коллекция музея такими очень значительными, именно монографическими коллекциями. И, во-вторых, выпущены всевозможные научные статьи, сборники. И, в общем-то, работа в этом направлении, она продолжена. Сегодня у нас есть коллекция работ Дефина Кристи, Николая Борисовича Чернышева. То есть проект живет, проект развивается, и он будет в будущем развиваться, пополняться. И это, конечно, основа большому музею, который мы замыслили, который должен появиться на территории нашего музейного комплекса и стать таким вот музеем-музеем. Во-первых, по концепции развития музея мы должны сделать и музей старого искусства, куда будет входить русская и западноевропейская живопись. Эти коллекции у нас замечательные. Они, конечно, медленнее пополняются, но все-таки растут. Должен в большой музей входить музей тайгинских художников, над воплощением которого мы тоже сегодня работаем. Одна из частей музея будет посвящена детскому творчеству и всевозможным программам работы с детьми. Ну и, конечно, мы хотим, чтобы в нашем музее был большой мультимедийный раздел, то есть это искусство новое, современное. И вот проект по современному искусству можно сегодня решать только с помощью мультимедийных средств. И, в общем-то, мы это уже начали очень давно исполнять, и в этом плане тоже интересно развиваемся. Таким образом, Нижнетагильский музей изобразительных искусств становится центром развития не только изобразительного искусства в нашем городе, но, я думаю, это далеко не последний музей и в Свердловской области, а, в общем-то, его называют одним из лучших, и, конечно, в России. Об этом говорят гранты, об этом говорят дипломы, которые мы получали на Интермузее 2008 и 2009. Проект Нижнетагильского музея изобразительных искусств «Исконный свет Салафиила» Светоживопись Павла Голубятникова, ученика Петрова Водкина, заканчивает 2012 год. Явно самый сильный и самый значимый не только в 2012 году, но и вообще в истории музея. По крайней мере, последних нескольких десятилетий. Как-то так сложилось, что это стало направлением нашей деятельности большие музейные инсталляции, которые на стыке различных наук представляют зрителю совершенно необыкновенные, наверное, яркие, сочные открытия. В этом проекте, авторами которых стали ваш покорный слуга Лариса Смирных и Михаил Подольский, и который стал победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благодарительного фонда Владимира Потанина, в этом проекте решалась одна очень простая и очень хорошая задача. В конце 30-х годов Павел Голубятников писал, «Мне надоела живопись устаревшая и маловыразительная». Он говорил о масляной живописи. И задумался, хотя он был прекрасным колористом, и задумался о том, что необходимо создание для людей новых техник, которые явят в него новые возможности живописи. Здесь могут работать с нами учета физики, доказывая, как это делается. Идея очень проста, но ее нужно увидеть, показать. Голубятников придумал вместе с Дмитрием Фуршем, что если из спектра извлечь с помощью специальной щели и лампы накаливания или солнечного луча, как он это хотел сделать, свет, то этот свет будет рождать на противоположной стене смесь красок. Каждый цвет будет накладываться на другой, не перемешиваясь, а только соединяясь рядом мазки, получившего своего рода мазки, только рожденными светом. Физики сейчас это только доказывают. Мы еще на пороге доказательств. Но мы доказали, что идея не была бесплатной. Рождение Архангела Салафила, которому он очень много писал, стихи Голубятникова, все произведения, которые сегодня предъявлены зрителю в его презентации, которые хранятся в Международном музее спроизводства, рождение идеи как виртуальная версия, наконец физический опыт, который доказывает, да, с помощью щели и обычных физических приборов можно выделить те или другие длины волн и спектра. А еще задуматься о том, какие сегодня существуют другие техники и технологии живописи, света, живописи. У нас появилась еще образовательная зона. Можно прийти и позаниматься занимательной оптикой или занимательным цветоведением, где можно разложить пазлы.